Музыка Подлинник! Я ничего не знаю! Музыка Настало время узнать, какие тайны хранит Министерство иностранных дел. Где их искать? Конечно, под землей. Поэтому нам предстоит отправиться в Подмосковье. А точнее, под Замоскворечье. Совсем недавно в Замоскворечье открыли новый музей-бункер 703, спецархив МИД СССР. Я его еле нашла, честное слово. Это вот такая дверь. Просто догадайтесь, что здесь музей, здесь есть домофон. То есть просто так не войти, нужно сначала позвонить. Пусть отпустили. От себя открываем дверь. Наверное, этот бункер стал сюрпризом для жителей окружающих многоэтажек. Ну вот просто стоит неприметное здание. И сколько таких неприметных зданий в Москве еще. Музей находится под землей, поэтому не ожидайте увидеть что-то интересное над ней. Нам выдали фонарики, так что мы вооружены и готовы бродить по подземелью. А я беспокоилась, что у меня прическа не мочится. Какая там прическа? У меня на лбу фонарик. Находится грузовой лифт, однако наверх он никогда не ездил. Он спускался только вниз, как сейчас пойдем. Мы с вами. Лифт в этом музее есть, и он даже работает, но с перебоями. Сейчас его используют только для того, чтобы опустить какие-то строительные материалы или вывести мусор. А вот посетителей не возят в целях безопасности, потому что застрять в этой вентиляционной шахте не самое приятное развлечение. Всех посетителей этой экскурсии предупреждают, что нужна удобная обувь, потому что предстоит спускаться на глубину 40 метров, что мы, в общем-то, сейчас и делаем. Такой железный каркас, внутрь которого закачан бетон. Ну, несмотря на ее огромный вес, открывается она всего одним пальцем. Человек хотел уже проверить. Попробуй. А куда толкать? Не падать. Я же сказал, одним пальцем, а не упорить. Куда падать положить? Открывался секрет в том, что дверь автоматическая и нужно просто нажать пальцем. Черного. Нужно нажать и держать. Красную кнопку. Пока она не открывается, можно посмотреть вот тут. И увидеть надпись ЧЗ-703, что обозначает чрезвычайный заказ номер 703. Так, это у нас спецхранилище номер 2. Где-то должно быть и первое. И вторая преграда на нашем пути – это дверь герметичная. Она, помимо того, что защищается от ударной волны, она предназначена для защиты от радиоактивной пыли и отравляющих веществ. Давайте ее откладываем. Здесь уже силы больше надо. Кнопка не поможет. Ну, тут нужна физическая сила, а не сила электроники. Щитки трогать нельзя. Техника безопасности. Значит, здесь строят метро. Или не метро. Но вам скажут, что метро. Ну, не так учителей страшно. В общем-то, все спустились. Интересно будет подниматься потом. Посетители этого музея предупреждают, что температура под землей плюс 14 градусов. Кажется, что холодно, но на самом деле плюс 14. И 90% влажность. Это совсем не холодно. Можно в кофте гулять. Так что одевайтесь спокойно. Главное – удобная обувь. Сейчас мы находимся на глубине 50 метров. Это примерно глубина завалегания московского метрополитена. По сути, через этот самый ствол метро и строилось. А конкретно Южная служебно-соединительная ветвь. И станции метро. Новокузнецкая за Москворецкой линией. И Павелецкая кольцевой. Экскурсии водят небольшими группами. Кажется, по 12 человек, так что просто прийти не получится. Лучше все-таки записаться заранее. Живой музей современной фортификации. Экспозиция в реальном объекте без декораций. Эта экскурсия специальная. Она для блогеров. И у блогеров, как всегда, очень много вопросов. Разными словами, участники пытались выяснить у гида, куда вывезли архив. Где еще есть такие бункеры? Где проходит метро номер 2? Ну, тут кто ж знает. А кто знает, вряд ли расскажет. Здесь уже наши фонарики пригодились. Да, о чем я и говорила. Довольно темно. Этот коридор – это эвакуационный выход. Ай ведет он прямо на служебную ветку московского метрополитена. То есть, если бы мы телепортировались бы через 3 метра, мы бы оказались на метрополитеновских пути Алис. Такое движение могли сделать только избранные работники. Сейчас, может, любой. Не любой. Какой избранный человек. Что такое? Везде свет есть. Мы в метро практически. По крайней мере, оно могло быть в метро. Вот в этом туннеле и располагался архив. Ну, не очень уютно кажется. И да, вообще сложно, как могло в голову прийти и устроить библиотеку, архив в метро. Такая атмосфера на грани реальности. Но зато безопасно. Безопасность на первом месте. Вряд ли шпионы, разведчики доберутся до этого места. И тем более, что далековато все-таки от МИДа, 5 километров примерно. Здесь находился ровный пол на уровне двери. Находились фальшстены, которые закрывали обделку. И вдоль всего блока стояли несгораемые сейфы. Их тут было ровно 100 штук. Через этот ствол строили московский метрополитен. После его строительства осталось множество технологических выработок. И с нарастанием угрозы ядерной войны с империалистическими странами было принято решение построить здесь специальное сооружение для нужд Министерства иностранных дел. Объект был построен в 60-х годах. В 61-м он принят в эксплуатацию. И успешно себе проработал до 2005 года. 1 января 2005 года здесь произошла катастрофа. Сюда пробились грунтовые воды. По словам бывшего начальника объекта, вода прям просачивалась через стены, через полы. Вот так выглядели тоннели метро 50-х годов строительства. Очень впечатляет, очень масштабно. Просто представляете, вот такая дыра в земле на глубине 40-50 метров выкопали. Какие-то здесь гигантские болты, ржавчина, грунтовая вода откуда-то капает. Вообще можно кино снимать. Если добавить немножечко воображения, то можно представить, как оттуда едет поезд. Он вполне мог оттуда ехать, но не сложилось. Обход в это помещение был запрещен. Тут стояла дверь, она была всегда опечатана, находилась под сигнализацией. Если планировалось достать какой-то документ, то на объект приезжали специальные люди из МИДа, архивариусы. Они уже открывали двери, заходили, брали документацию и проводили с ней некие операции. Объект рассекретили в июле 2018 года. Прошло всего каких-то три месяца. Сюда уже вводят экскурсии. Нам гид рассказывает, что когда они вошли в помещение, где-то был мусор, где-то была вода. Все это нужно было откачивать, убирать, нужно было как-то укреплять стены. А вот сейчас уже практически везде есть свет. Да, кое-где нужны вот эти фонарики. Ну, это даже круто, это даже интересно. Очень быстро привели в порядок эти помещения. На удивление просто. Здесь слышно иногда метро. Вот сейчас линия метро проходит совсем рядом. А это тот самый туннель, в котором мы были пару минут назад. Серьезная проблема для этого объекта – грунтовые воды. Смотрите, здесь вот на стенах видны вот такие потоки. Где-то вода капает с труб. Очень много ржавчины повсюду. Своя вода течет. Грунтовые воды. Иногда и под ногами даже хлюпает. Но куда без этого. Стены, конечно, бетонные, укрепленные, как в метро. Это и есть метро. Но, тем не менее, грунтовые воды проникают даже через бетон. Насосная станция здесь. В общем-то, представляете, мы сейчас на глубине 50 метров под Москвой. Толщенные стены. В таких местах возникает ощущение, как будто бы отсюда все сбежали и забрали не все свои вещи. Вот здесь, например, лампочка в соседней комнате, раковина и трубы, которые шли к унитазам. Очень большое желание отстать от экскурсии и где-нибудь заделяться. Но боюсь, меня потом просто не найдут в этом подземелье. Так что приходится соблюдать правила. Сюда пальцы не совать. Ну, а так работает вентиляция. Амерт, и сейчас он забирает воздух с поверхности через маск здания. Секретные документы хранили в чемоданах. Ну, но не так уж просто его открыть. Вот в таких папочках все секретно, все очень секретно. И вот в таких сейфах они были закрыты и стояли не здесь. Сейчас здесь тоже секретные документы, правда, это копии. Секретные документы, они, конечно, секретные, но не всегда сверхъестественные. Здесь были расшифровки переговоров, какие-то заявления, другие бумаги. Но, кстати, отсюда ничего не выносили. Если кому-то нужно было поработать с архивом, то работали в специальной комнате. В некоторых помещениях здесь можно найти книги, и на некоторых из них стоит печать библиотеки МИД. То есть кто-то взял и не вернул. Так она остается здесь и до сих пор. И мы сделаем вид, что мы об этом не знаем. Проводы. Такое символичное название книги. Смотрите, а двери у сейфов тоненькие. Здесь работает не только проектор, еще и радио работает. Сейчас мы попробуем поймать какую-то волну. Мы тут никого не поймаем, если сотрудники метрополитена не возят точно в такую же кабину поезда. Я думаю, даже через стены не пробило бы. Конечно же, ребята решили поиграть в шпионов. Вода в консервной банке. Ну вы представляете такое? И причем она тяжелая, то есть она с водой. Ух, конечно, тема гражданской обороны интересная. Но представляете, для кого это все было реальностью? Кто-то действительно жил с ощущением угрозы. Надеюсь, что нам не придется узнать, что это такое. Настало время выяснить, как работает дозиметр. Вот такая небольшая штучка. В общем-то, с ней выходили, измеряли радиацию. Точнее, она сама по себе измеряла радиацию. А чтобы проверить показатели, нужно посмотреть вот сюда, на свет. Вот этот показатель даже мне с моими скромными операторскими способностями удалось поймать шкалу. Так это все работает. И я теперь умею пользоваться дозиметром. Надеюсь, что мне это не пригодится. В итоге-то работает. Надеюсь, что я больше никогда в жизни не услышу этот звук. Уж точно не женское занятие, но я должна попробовать. Мне кажется, что люди, которые занимаются вот этим всем бункером, они очень увлечены. Им это самим интересно. И они хотят сделать этот музей таким классным, доброжелательным. Сейчас это уже получается. Надеюсь, что все будет успешно и в дальнейшем. Самое главное, чтобы посетители оценили все эти старания. Старания здесь точно есть. Лестница с этой фотографией. Историческая. В музеях обычно борешься с желанием что-нибудь взять и потрогать. А вот в этом музее все можно брать и все трогать. И можно пофотографироваться с экспонатами. По-моему, это очень крутой музей. Очень интересное место. Просто потрясающе. Тут, я не знаю, такая атмосфера, представляете? Ну, конечно, здесь не укрывались от бомбежек. Слава богу, ядерной войны так и не было. Хранили документы. Но, представляете, все это строили на случай серьезной угрозы. Вообще, такие сооружения сумасшедшие просто. Просто тоннель, метро построили, сделали бункером. Я сегодня сама хожу, везде все снимаю. Сама себе фонарик подсвечиваю. Кто-то есть поколение постарше. Может быть, вспомнит такие места. Или больницы уже есть. Такой обычный, простой, широкий лифт. Всего две кнопки. Первый этаж, нижний. И второй этаж, пятнадцатый. Кнопочка вызова. Лифт здесь все-таки есть. Лифт даже работает. Но, говорят, с перебоями. Поэтому подниматься нам придется все равно пешком. Друзья, так как я решила дарить подарки, то хочу отправить из Москвы тоже вот такую открытку. Это не просто открытка, это специальная открытка, которую выпустили для музея Бункер 703. Условия конкурса читайте, как всегда, в описании к этому ролику. И надеюсь, что она попадет в хорошие руки. Сюжет интересный. У нас эта экскурсия проходит в составе блогеров. То есть мы все, все мы здесь блогеры. Можешь догадать желание, чтобы там твое видео набрало сто тысяч просмотров. Сто тысяч просмотров, смотрите. Как вам, ребят, понравилось здесь? Вообще офигенно. Огонь. Огонь.